Судебный процесс Но похоже, что судебный процесс уже движется к своему логическому завершению. И вот какую информацию мне прислали. Сегодня, имеется в виду заседание, которое было позавчера, в пятницу, то есть 6 декабря, сегодня прокурор в своем выступлении просил наказание для Карамаева, Кенесары 10 лет, Махамбетовой и Кожебергеновой по 9 лет и Русулметова 8 лет. Но потерпевшие не согласны, просят максимальный срок это 12 лет. В понедельник будут продолжены прения, и у всех потерпевших есть уникальная возможность озвучить свое мнение. Во время прений никто не задает вопросы. Люди могут сказать все, что хотят, и по поводу ущерба, и меры пресечения. Как правило, судебный процесс выглядит следующим образом. Этапы суда. Суд заслушивает сперва потерпевших, потом свидетелей, затем подсудимых. На этом этапе можно задавать вопросы, потом оглашают показания подсудимых, выслушиваются ходатайства со всех сторон. После этого суд переходит к прениям. Прения со стороны прокурора, прения пострадавших, прения адвокатов, прения подсудимых, реплики, это высказывание важных или спорных моментов. Затем суд удаляется в совещательную комнату, и, наконец, оглашение решения суда. Итак, завтра, 9 декабря, у вас есть возможность поучаствовать в прениях и высказать свое мнение по данному вопросу. Возможно, вы хотите выступить со стороны обвинения, а может быть, вы хотите выступить со стороны защиты. Решать вам. Напоминаю адрес. Районный суд номер 2 Алматинского района города Нур-Султан, улица Победы, 15А. Номер телефона вы видите на экране. Просьба к тем, кто будет присутствовать на этих слушаниях, написать, как все прошло. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.